Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня мы поиграем в стратегию на андроид, которая называется железный десант. И у нас тут вступление. Что за это кокон? Вау. Смотрите что, на колонию напали, мы долго не продержимся, помощь на подходе, железный десант, готовность номер один. Нажмите, чтобы продолжить. Вычисляем координаты телепортации. Ёлки-палки. Начать здесь, мегагеройский комплект. Ага, ну как всегда начинается у нас с доната. Мало того, что игра платная, плюс еще донат. Совсем оборзели, ребятушки, вам не кажется так, а? Ну мы этим заниматься не будем. Давайте начать здесь. Хе-хе, космонавт летит там. Хе-хе-хе. Ну, возьмем, наверное, мы для начала. Ну, начинаем с новичка, наверное, так и будем играть. Инструктаж. Нашу колонию на Сагате-1 атаковали неизвестные формы жизни. Железный десант должен помочь колонистам отбить залежи Этерия. От поставок этого минерала зависит выживание земли. Победите всех врагов в области. Хорошо. Огненные атаки, в том числе атаки огнеметчика, игнорируют защиту. Это якобы нам такие дают легкие подсказочки. Выберите, какой отряд задействовать. Так, это наша базенка, я так понимаю, да? Ну, у нас только один доступен. Рейнджер. Солдаты с легкой защитой и скорострельными штурмовыми винтовками. Так. А как... Во! Я уже думал, не вызывается. Защитите завод от вражеских атак. Так, перемещаем их сюда. Нажать тут. Новый боец рейнджер. Инопланетяне, враждебная среда, неопределенность. Рейнджерам все нипочем. Они не отступят ни перед чем ради победы. А остановить их может только смерть. Легкая защита, средний радиус атаки и хорошая скорострельность. Понятно. Значит, защищаем завод от вражеских атак. Так, больше я почему-то пока не могу сделать никого. Ну, ребята, это первый уровень. Чумной фэл. Фэллы солдаты низкого ранга. Обычно атакуют большими группами. Их червеметы, может, и выглядят забавно, но только пока вам в грудь не прилетит костяная игла. Легкая защита, средний радиус атаки. Это значит новый враг у монстров. Фэллы. Так, переместите сюда. Захватите командный пункт. Сделаем. Задействуйте дополнительный отряд. Ага. Хорошо. Вау. Вау-вау-вау-вау. Куда бежите, охламоны? Так, у нас тут еще что-то появилось, ребята. Разведуйте область и обнаружьте героя. Вот даже как. Вот это я уже обожаю. Кстати, ребят, напоминает мне чем-то... Знаете, какую игру? Старкрафт. Ну, конечно, в упрощенной форме, но тем не менее. Да и графически так неплохо сделано. Рисованная графика, мультяшная. Посмотрим, что там нас будет дальше ожидать. Так, ну я не понял, мы героя-то освободили или нет? Захватите залежи Этерия. Так-так-так, погодите, погодите. Слушайте, да они у меня справляются с этими охламонами на ура. Ага, вот и героя можно с собой таскать. Так, захватываем эту фигню, я не знаю, что это такое. Так, зажимают, гады. Убейте всех, оставшихся вокруг врагов, блин. Нам бы продержаться бы только. Давай-давай-давай, ребята, срочите, срочите по ним, блин. Слушай, они прут и прут. Что делать-то, а? Командный пункт. Каждый командный пункт позволяет нанять дополнительный отряд. А здесь у нас гнусь. Эти зловредные бегуны атакуют стаями, сметая все на своем пути. Их даже можно назвать милыми. Но их огромным острым когтям лучше умиляться издалека. Ближний бой, защиты нет. Угруза низкая. Хорошо, значит лопухи здесь. Завод Этерия. Плюс 50 объем склада. Производит на залежах Этерия Этерваты. Этерваты. Энергоресурс. Нужный для найма солдат. Понятно, ребята. Все, наконец-то мы их победили. И достижение какое-то новое получил. Победа за нами. Первый уровень, я так понимаю, мы прошли. Распустите отряды, чтобы получить командные пункты. С этим еще придется поразбираться. Открыт герой. Хо-хо. Ну-ка. Герои. Особенные бойцы с уникальными способностями. С каждым уровнем их характеристики растут, позволяя им узнавать новые навыки, капитан. Нажмите для деталей работать над навыками. Так, у нас Теггинс первого уровня. Личный щит. Теггинса на несколько секунд окружает непроницаемое силовое поле. Волна здоровья. Когда личный щит исчезает, Теггинс исцеляется. Понятно, в принципе, неплохо. А что у нас еще тут есть? Так, а как мы вообще можем прибавить? Урановый боезапас. Экспериментальная штука наносит огромный урон, если рискнете ее испытать. Хе-хе. Тут у нас арсенал. Используйте кредиты для покупки особых усилений, которые помогут вам в бою. В бой можно надеть до трех видов оружия. Так, купите и нажмите. Набор из трех бомб для точечных ударов, которые взрываются в небольшом радиусе от цели. Вокруг много народу, вам нужен вышибала. Так, ну давайте купим тогда, наверное, да? У нас шесть штук получается в данный момент этих бомбочек. Так, вот они там по картине. Недостаточно кредитов. Не хочу я ничего приобретать у вас больше. Нет, спасибо. Блин, как тут закрыто я уже? Что-то я совсем уже. Вот. Давайте перетащим сюда. Мы еще можем два вида взять, по идее, да? И у нас получить награды. Капитан, пройдите особые испытания и докажите свою храбрость. Нажмите для получения достижения и получите за него награду. Ага, пройдите уровень один. Мы знали, вы справитесь. Тот, еще бы я не справился. И у нас с вами второй сигнал бедствия. Инструктаж. Враждебные пришельцы Фейлы напали на АЦС. Прежде чем мы успели предупредить Землю, мы должны выслать ударную группу и обеспечить связь с нашей планетой. Для защиты Сагаса-1 нужны подкрепления. В принципе, все прекрасно ясно. Давайте с вами приступим. Так, ну это мы читали. Так, у огнеметчика, кстати, игнорируют защиту. Надо будет это учесть. Смотри-ка, а. Ахламоны бомбят мою базу, гады. Или не мою еще пока? А, нет, видимо не мою. Отправьте своего героя на поле боя. Так, высылаем. Восстановите работу спутника связи. Проще паренной репы. Ёлки-палки. Как-то он очень слабенько стреляет. Нам нужно сюда добраться. И путь, я так понимаю, здесь будет нелегкий. И небыстрый. Блин, а мне хоть какое-нибудь подкрепление-то дадут? Новый навык. Это что такое? А, это щит. Понял. Вот так, ребята, он работает, короче. Щит, который поглощает урон. Но он быстро заканчивается и очень долго откатывается. То есть его надо использовать с умом. Но давай ты уже подыхай, гаденыш, а? Так, а это уже по ходу дело... Так, еще один навык. Скорострельность. Ну вот это уже другое дело. И опять же быстро заканчивается. Ладно, думаю, что с этими сосунками мы справимся и так. Мне бы хотя бы маленькую армию хоть кого-нибудь бы спасти, а? Ё-моё. Еще одна база. Этих мутантов или пришельцев. Кто они там? Ух, разбираем ее на ура. Отлично. Опа, тихо. Что это у нас здесь такое? Ага. Вот и другой разговор. Так, подкрепление новое. Снайпер носит оружие крупного калибра с большим радиусом атаки. Они без защиты. Понятно. Ну, хотя бы так. Давайте, наверное, будем потихонечку выдвигаться с вами, да? А, нет, смотрите-ка, бегут, бегут, бегут охламоны. Так, ну что, снайперы, в принципе, очень далеко шпарят. Вы посмотрите, где они захватывают цель. Думаю, что как-нибудь мы справимся. Так. И там, я смотрю, еще что-то у них есть. Какие-то медузы тут летают. Я так подумал, ребята, знаете что, надо в первую... О, тихо, тихо, достают, да, по-моему? Нет. Успели их расщелкать. Слушайте, шпарят они действительно нехило. Вы посмотрите. Просто. Чпок и все. На выстрел буквально. Хватает этих монстров. Ха-ха. Ладно, давайте тогда по чуть-чуть будем продвигаться сюда. А вот, кстати, бозенка, которую мы должны освободить. Ну, я так и думал, что будет не все так просто. Эти охламоны, наверное, отсюда сейчас попрут целой гурьбой. Замечательно, здесь разобрались. Давай, 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 продвигайся, продвигайся. Снайперы не достает, блин. Так, ну здесь у нас ничего нету. Все спокойно. Как вот, интересно, мне еще можно вызвать подкрепление, блин, а? Чего не хватает? Тихо, 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 куда побежал, блин? Так, с этими справились мы охламонами. Надо базу как можно быстрее разносить, потому что я смотрю, она плодит их. Тут не по-детски довольно. Все, минус. Теперь вот это уничтожить надо. Снайпера давайте, прикрывайте. Шикарно. Вот так вот, ребята, выглядит бомбондировка наша. И вот он, спутник. Захватываем здесь. Что-то как-то долго мы ее берем. Вроде бы раньше было намного быстрее. Снайпер. Первоклассное оружие в руках самых метких стрелков на земле. Снайперы обезвредят любую угрозу раньше, чем кто-то догадается, что это была угроза. Огромный радиус атаки, защиты нет, высокий урон. Один выстрел, один труп. Нажмите на отряд, чтобы изменить его роль в зависимости от выбранной вами стратегии. То есть я могу поменять снайпера на тех же самых пехотинцев. Защитите спутник связи от врагов. Ну, задание предельно ясно. О, вышел. Блин. Я думал, что мне дадут дополнительный отряд, а я их просто переделал. Ё-моё, вы смотрите, я еще могу здесь вызвать турель. Прикольно. Смотрите, со всех сторон бегут охламоны. Уничтожать мою базу сколько мне нужно? Ага. 35 секунд продержаться. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Отбиваемся, ребята. Ох, сколько их здесь. Боевой модуль. Боезапас крупного калибра, дистанционное управление, сопротивление равновесной скорости. Боевые модули чудо современной военной разработки. Ну, я так и понял, это... Проще назовем это турель. Так, пока держимся, ребята. 23 секунды осталось. Они прут со всех сторон. Причем своих этих пехотинцев я обратно в снайперов уже почему-то не могу им делать. Так, давайте-давайте отбиваться. Блин, да еще волна идет, а. Давай, 8, 7, 6. 5 секунд осталось, ребята. И что будет? Ну? Так-так-так-так-так-так. Опа-на. Это что такое? Фу! Ё-моё, вот это круто. Призвали турели. И достижение. Победа, ребята. Ага. Защита уменьшает количество повреждений от большинства атак. Это само собой разумеющееся. У нас открылась дальше карта. Исследовать улучшения. У нас Теггинс уже второго уровня. Отличная защита. Титановые провода улучшают защиту Теггинса и придают ему мужественный вид. Пассивный навык. Перемотка ран ускоряет возрождение Теггинса и больше Кевлара. Шанс проигнорировать вражеские атаки. Хорошо. Еще одно очко поставим сюда. Все, больше нету. Ух ты, а здесь уже новые герои есть. Прикольно. Алякс, Дарвин, Фейт, Шатра, Тробука, Марк Икс. А у нас обычный Теггинс. Ладно, что мы еще можем сейчас сделать? Капитан, в вашем распоряжении внушительный выбор техники и способностей. Получайте технопункты и используйте их для усиления людей и развития новых стратегий. Так, замечательно. Это у нас древо. Что это за фигня? Трансформатор. Получите немного Этерват при распуске отряда и сносе башни. Учебный лагерь. Возрождаются на 15% быстрее погибшие бойцы мои. А здесь я могу что-нибудь? Могу. Мгновенно добавляет на склад 50 энерват. Может превосходить объем склада до тех пор, пока излишек не потратится. 60 золотых он стоит. А вот, например, что вот это такое? Оборонительное строение, которое скрыто под землей. Но это пока нам не нужно, оно стоит 300. Это мины с разрывным зарядом, копирующие себя ежесекундно и создающие смертельное минное поле. Каждый репликант может произвести до 4 реплик. Ага. Что может быть лучше, чем взрывающаяся мина? Фабрика взрывающихся мин. Давайте-ка попробуем. То есть они сами себя клонируют, так ведь? Так, и вот это возьмем тогда. Давайте вот эти две поставим. И посмотрим, как они будут вести себя в бою. Ну, вроде все. Давайте тогда мы с вами получить награду еще можем. Будем продолжать игру. Так, где у нас следующая миссия? Вот. Сенсоры засекли скопление фейлов неподалеку от нас. Число наших врагов растет. Мы возвели защитный аванпост, которого удобно проводить боевые операции. Настало время расплаты. Отащите главный вражеский завод в округе и разрушите его. Ну, все предельно ясно. Ищем вражеский аванпост. И будем его крушить в щепки сейчас. Так, что у нас тут? Постройте башню миниган. Оу. Хе-хе, давай. Ничего себе миниган. Там целая установка, блин. Круто. Башня миниган. Мощная оборонительная платформа, способная повернуть ход сражения. Осыпает врагов градом крупнокалибрных снарядов, под которыми и легион отступит. Слушайте, она и воздушные, и наземные цели атакуют. Это очень большой плюс. Так, а нам-то что пока сейчас делать? Надо кого-то построить. Хм. Не хватает, по-моему, у нас очков. Давайте-ка здесь почитаем навыки башни. У каждой башни может быть две уникальные способности, укрепляющие вашу защиту. Это значит, нужно купить и улучшить. Хорошо. А что лучше взять? Огонь вулкана или же капремонт? Не знаю. Давайте вот так сделаем. Капремонт. Так, а вот у нас и пришел главный герой. Разрушьте главный завод филов в области. Ух ты, а это кто такой? Огнеметчик. Мощный огнемет поджигает наземных врагов и здания. Нифига он такой. Дяденька. Ну что же, пора, наверное, прогуляться нам немножко. А что ты не жаришься? А, во. Ух ты. Неплохо. Так, давай, жги их всех тут. Давайте потихоньку выдвигаться. Так, 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 давай, давай. У него, правда, я смотрю, очень маленький радиус. Поджарки. Но зато нехило. А если он поджег, то этот чувачок горит до последнего. Это уже замечательно. Ладно, мы что-то, ребята, с вами куда-то в самый пик их базы залезли. Надеюсь, простоим. Давай, туреля. Бомби. Жги по-черному. Блин, пока тут, по ходу дела, мы не уничтожим. Они не прекратят бежать на нас. Так, эти хламоны что тут делают? Ну-ка, давайте глянем мину эту. Что она делает? Ну, мина как мина. А, вот, смотрите. Клонируется. Хе-хе-хе-хе. Неплохо, я вам скажу. Так, ладно, а нам с вами пора прогуляться маленько и посмотреть, что нам даже указывают, куда нужно идти. Так, ну-ка, могу? Могу вызвать. Давай, ребята. Снайперочки, вперед, как говорится, из песни ко мне на подкрепление. Вы мне здесь сейчас очень, наверное, сильно будете нужны. Ой, это че, кто такие? Кто это такие? Ё-моё! Надо будет про них потом почитать. Фига там. Чувачки прибежали. Ну-ка. Новый боец Ракетчик. Мехи с тяжелой защитой, изрыгающие потоки бушующего пламени. Под управлением бесстрашных пилотов они превращают ряды неприятеля в дымящиеся угли. Поджигают врагов, наносят постепенный урон только на земные цели. Пока сердца горят огнем. Понятно. А это кто? Фелочельф. Первая стадия сложного жизненного цикла фелов. Крочные личинки сбиваются в группы в поисках чего-нибудь сеснова. Они вечно голодны и питают особую слабость к ногам десанта. Малый радиус атаки атакует только бойцов. Будем знать это. Оу, что там она? Нифига себе у них башенка снарядами какими-то бомбит. Да жги ты давай, куда ты пошел? Вот так вот бомбардировку им небольшую сделал. Давай-давай-давай, поближе, чтобы вы могли достать. А ну-ка давайте почитаем маленько. Плевун. Эти медлительные, напоминающие опарыши существа с огромного расстояния плюются в цель, нанося серьезные повреждения. Изнутри они воняют не менее ужасно. Высокий урон, пробивает защиту и большой радиус атаки. Понятно. А вот это мне нравится, что как только мы открываем какого-то нового монстра, нам про него сразу же что-то рассказывают. Ну так же, как в принципе и про наших бойцов. О, захват идет. Сейчас мы это дело захватим. Оу, подожди, куда ты отошел? Черт, давай сюда, подходи. Будем захватывать. Пока у меня огнеметчик этих жарит. Слушайте, довольно прикольненько. Можно, интересно, их улучшать, а? Со временем или нет? Так, вызываем. Давайте вот так вот сделаем, нет. Снайперы у нас, как говорится, есть, а вот эти ребята нам не помешают. Пехотинцы. Пехота, она и есть пехота. Во все времена была самой лучшей. Единицы, так? Давай, 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 давай. Без них, как говорится, никуда. Что? Ох ты, смотрите, какой там червь пришел. Блин, там эта базука стоит сверху. По-моему, герою кто-то шмаляет. Ай-яй-яй. Очень быстро, конечно, заканчивается у нас щит. Мне это не нравится. Надо будет его, наверное, раскачивать, скорее всего, так. Ого-го-го, личинки бегут. Ух, просто на ура их сжигаем. Так, турелечка моя бомбит. Хе-хе. Давайте, наверное, потихоньку выдвигаться вперед. Да что такое? Оу, сколько их тут? Ё-моё, блин. Давайте, давайте, всех тут жарим. И личинок, и червей этих. Но для начала нам бы еще базу, конечно, не помешало бы взорвать у них. Единственное, с чем я пока не разобрался, это как нанимать юнита в себе еще. Что для этого нужно сделать? Или у меня сейчас максимальный отряд? Фиг его знает. Хе, чувак там какой-то машет рукой. Смотрите, видите, в уголке. Хе. Типа, помогите. Опа. А куда это он телепортировался? Я не понял. Так, здесь мы отбили все. Давайте еще продвинемся маленько. Я чувствую, что уже... А, вон, кстати, ребята, база. На нее показывает стрелочка. Сейчас мы их тут всех зажарим. Давай, давай, давай. Бомбим, бомбим. Отлично. Бегут охламоны. Да куда вам... Оу. Ну, точно Старкрафт. Хе-хе. Тихо, тихо. Сейчас моего героя, наверное, прикокошат, а? Так, турель. Давай, давай. Расстреливаю последнего этого червя. Отлично. Теперь базенка осталась. Слушайте, там тоже он лежит какой-то раненый. А, помогите. Помогите. Рукой машет нам. Сейчас, подожди, дорогой. Расправимся здесь. Потом, наверное, получится у нас спасти тебя. Блин, снайпера. Блин, не успевай. Давай, пехота. Задайте им тут жару. Огнеметчика уводим, потому что у него очень мало ХП. Так. Нашего героя тоже. Ё-моё. Ну, смотрите, сколько там червей прёт. Да ну нафиг. Чёрт подери. Вон, только эти у меня. Десантура нормально действует. Смотрите. Просто разрушает там всё. Так, ещё маленько, и у меня огнеметчик всё, крякнет. Давайте его подальше уведём. Вот сюда вот. Так. А? Блин, смотрите-ка, всё-таки пехота довольно крепкий народец. Зря я их недооценивал. Думал, что снайпера будут лучше. Но, как видите, снайпера не особо сильно справляется. Оу. Продинамил я своего героя. А интересно, он у меня появится снова или нет? Хотя там было написано, что он восстанавливается. Видимо, со временем. Смотрите, пехота просто разбомбила базу и всех там чудиков, которые из неё вылазили. Так, что это за стрелочка? Оу, вот и мой герой. Слушайте, довольно быстро он возрождается. Так что есть смысл. Блин. Ага, вот мужичка мы спасаем, ребята. Сейчас, давайте-ка его выручим. Опа, телепортировался куда-то. Ну, я, видимо, буду получать за это очки. И выбор нескольких отрядов. Дважды нажмите на землю, чтобы выбрать всех бойцов в области. При перетаскивании я буду двигаться все вместе. Ну-ка. Ага, вот, ребята. Нажимаю, короче, на землю два раза. И у меня выбираются все отряды. Отлично. Победа! Ух! Слушайте, довольно прикольная игруха, я вам скажу. Я думаю, что стоит в неё поиграть. Используйте несколько отрядов, чтобы уменьшить время захвата. Ага, чтобы захватить какую-то территорию, нам нужно больше юнитов подвести к ней. Понятно. И у нас новая карта, новая операция. Так. Тратим на скорострельность. Я получил ранг. Так, а здесь мы можем... Можем или не можем изучить? Я не вижу просто, где у меня очки. А, 600 очков. Конечно, можем, ребят. Так, и здесь у нас ещё есть немножко, да? 175. Аккумулятор. Здание, увеличивающее максимальный объём склада на 50 Этерватт. Ну, слушайте, я даже не знаю. Запас ли вы ни в чём не нуждается? Ну, ладно, ребята. Давайте тогда на этом я, наверное, буду завершать свой выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если что, лайкайте. И мы продолжим играть в эту стратегию. Ещё раз напомню. На платформе Android. Ну, что же. Звёздный десант вперёд, как говорится. Ну, а мы с вами прощаемся. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»